Всем доброго дня! Меня зовут Надежда. Я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня я предлагаю вам вместе со мной приготовить вот такой тортик, который называется пчелка. Готовится он просто, быстро и из доступных продуктов, которые всегда есть под рукой. Если интересен вам рецепт, оставайтесь со мной, а я начну готовить. Для данного торта мне понадобится 100 грамм сахара, 100 грамм сливочного масла, можно масло заменить маргарином, 600 грамм муки, 2 яйца, пол чайной ложки соды и 3 столовые ложки меда. У меня натуральный, можно взять искусственный. Для начала мы сливочное масло разогреем и взобьем яйца. И первое, что я делаю, это взбиваю яйца с сахаром. Для моего удобства я переместила взбитые яйца в миску. Сюда же я добавляю 3 столовые ложки меда. Одна, вторая и третья. Я ложу мед с горочкой, вы же смотрите на вкус, возможно вам нужно не такой сладкий. Положила. Теперь сюда добавляю заранее растопленное масло. Добавили. И сюда же я ложу пол чайной ложки соды. У меня это выглядит вот так. Добавили. И размешиваем получившуюся нас массу. Чтобы мед растворился в масле и в яйцах. Теперь в получившуюся массу добавляем заранее просеянную муку. Уже полностью. Добавили и замешиваем тесто. Тесто у меня уже готово и выглядит оно вот таким вот образом. И нам нужно его раскатать на коржи. Можно сделать несколько коржей. Я же предложу вам вариант упекания на противне. Я противень выстрелила пергаментной бумагой и перебазировала сюда тесто. Пергамент я смазала растительным маслом на всякий случай. И свое тесто я раскатаю уже на ширину и на длину противня. У меня получилось вот таким образом. И так мы отправляем в разогретую духовку на 180 градусов до полного выпекания коржа. Напомню, можно коржей сделать несколько. Овальных, круглых и спечь коржами. Но я сделаю так. Неровные края я потом поровняю и разрежу на коржи, которые мне необходимы. Отправляем и выпекаем. И пока печется корж, я сделаю крем для сливок. У меня здесь сметана. Грамм 300 примерно. Сахар. И я беру вот такой загуститель сливок, либо загуститель для сметаны. Добавляем пакетик сюда же. Так. Это дает немножко такую густоту крема впоследствии. Когда торт настоится и пропитается. Сюда же я добавляю сахар. Загуститель дает вот такую вот немножечко густоту в креме. И вкус соответственно. И просто взбиваем сметану с сахаром и с загустителем. И пока пекется корж, даем крему настояться, чтобы он немножко загустел. Вот таким у меня получился корж. Теперь я его просто ровняю. Разделю на 4 маленьких таких коржа. И поровняю края. Края я сравняла. У меня получилось 4 небольших коржа. Из краев я отправила их в измельчитель в миксер. И сейчас мы измельчим их в кружку для посыпки. Мы отсыпем их потом сверху нашего крема. И измельчаем. Получившиеся у меня коржи. Вот смотрите, крем уже настоялся. И получившиеся у меня коржи я прослаиваю кремом из сметаны. И складываю их стопочкой один на один уже на сметану. Так поступаем мы с каждым коржом. Верхний и последний корж тоже прослаиваем кремом. Я коржи пропитала. Выглядят они вот так. Пропитывая коржи, не забудьте про края, потому что это тоже важно. Чтобы они у вас не получились сухими. И теперь вот этой посыпкой получившейся, то, что мы измолотили в блендере, измельчили, я посыпаю уже сверху и по бокам. Обсыпаю полностью и вверх, и в сторону. В итоге вот такой тортик у меня получается. И уже в таком виде я ему даю настояться в течение нескольких часов, чтобы коржи пропитались. По вашему желанию, его сверху можно украсить фигурками, либо тертым шоколадом, либо орехами. Здесь уже смотрите на ваше усмотрение. Готовится такой тортик быстро, получается действительно вкусно. Берите на заметку и пользуйтесь. И если вам понравился рецепт, ставьте, конечно, моё видео пальчик вверх. Не забывайте подписываться на канал. Вас будут ждать ещё много интересных и полезных видео, как калитарных и не только. А у меня всё. Спасибо за внимание и пока!